Добрый день, меня зовут Дмитрий Эллер. Сегодня 9 июня 2020 года и это аналитика для клиентов брокерской компании Amarkets. По традиции начнем с пары евро-доллар. Евро-доллар сейчас находится во флете. Я вообще ожидал выхода евро-доллара дальше на продолжение покупок. Если это произойдет, то на откате будут смотреть соответственно покупки. Пока что здесь режим ожидания. Фунт-доллар сейчас находится в откате. Откат я ожидаю к уровню 1.26873. Здесь продолжение покупок. Здесь точку входа буду искать на покупке. Канадский доллар сейчас пробил свой ключевой уровень 1.33964. Если сейчас закрепят с этим уровнем и возникнет какое-то интересное движение, то можно будет его рассмотреть в покупке при наличии точки входа естественно. Австралийский доллар сейчас откатывает. Откатывает к уровню 0.69586. И здесь стоит посмотреть его, рассмотреть именно покупки, если будет точка входа. В случае пробития этого уровня, конечно же, покупок не будет. Нужно будет рассматривать продажи. Но нужно учитывать, что волатильность продукта, волатильность инструмента, прошу прощения, уже закончилась на сегодня и каких-то еще сильных продаж здесь уже быть не может. У новозеландца та же самая ситуация. Он еще немного не дошел до уровня своего ключевого 0.65159. Здесь тоже лучше смотреть покупки. Продаж здесь уже быть не может, даже в случае его пробития на сегодня, по крайней мере. Японская иена достигла также очень сильного уровня 107874. И здесь я ожидаю ее разворот и все-таки как минимум коррекцию на покупке нужно будет ее рассмотреть. Золото. Также достаточно вяло было движение вчера в покупке. Сейчас идет откат. По моим расчетам откат может произойти к уровню 1636.64. И здесь уже нужно будет посмотреть, если провалиться дальше до уровня 1681.28, то может возникнуть небольшой флэт. И здесь уже ситуация будет не так однозначна. Продавать здесь или покупать в этой зоне не стоит. А вот от уровня верхнего 1686.64 можно рассмотреть покупки на продолжение движения вверх. Днефть достигла своего дна, так скажем, за вчерашний день. Это уровень 40 долларов 65 центов. И сейчас здесь небольшая проторговка происходит. И здесь нужно будет подождать. Либо сейчас произойдет пробой сегодня этого уровня и нужно будет дальше продавать уже. Либо возникнет какое-то хорошее движение вверх на покупке. То есть, если будет импульс вверх, то можно будет на откате посмотреть точку входа на покупке. Пока в этом флэте, естественно, никаких у меня идей нет. Нужно ждать, когда цена покажет, куда она, собственно говоря, намерена идти. Индекс S&P500. S&P500 достиг ключевого уровня 3228.4. И здесь немного начал флэкить. То есть, сейчас я рассчитал, что откат может произойти максимум к уровню 3205.9. Отсюда можно будет его дальше покупать. Если этот уровень будет пробит вниз, то нужно будет уже... Покупки все заканчиваются. Восходящий тренд будет здесь разворачиваться. Поэтому 3205.9 является достаточно ключевым уровнем. Если от него разворачивается вверх, продолжается восходящий тренд. Если его пробивает вниз, то это уже будет разворот тренда. Как минимум на коррекцию. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал брокерской компании Amarkets. Подписывайтесь на мой канал. Все ссылки в описании. Всего доброго. Удачи в торговле. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!